Здравствуйте и добро пожаловать на уроки французского языка. Je m'appelle Alexandre, je suis professeur de français et aujourd'hui je vous invite à l'étudiant du français. Étudiant du français – это канал, который состоит из следующих рубрик. Verbe de couvert, познание глагола, groupe des verbes, глаголы 1, 2, 3 групп, lecteur commenté, чтение с комментариями, temps, времена. Сегодня в рубрике «Lecteur commenté» мы будем читать новеллу «Le cadeau du bandit» по новелле Prospera Merime. Конечно же, мы прочтем эту новеллу с сокращениями и адаптациями. Un pauvre marchand en spagnol allé d'un village allot. Бедный торговец, испанол-испанский allé. Это глагол allé v'imparfait. Ходил d'un village от одной деревни к другой. Vendant sa marchandise aux paysans aussi pauvres que lui. Vendant. Это глагол vendre, participe présent, продавая sa marchandise, свой товар. Au paysan, christian, aussi pauvres que lui, таким же бедным, как и он. Il avait pour le porter un vieil anne à moitié mort de fin. Он имел pour le porter, чтобы носить его, чтобы возить на своей спине. Un vieil anne, старого ослика, à moitié mort de fin. À moitié, наполовину, mort de fin, помирающего от голода. Dans un petit chemin, на узенькой тропинке, il a rencontré un homme. Il a rencontré, это passé-composé, глагол rencontré, встретить. Он повстречал человека. Ves-tu comme un chasseur. Qui voyant l'âne avec la tête de rire. Ves-tu, participe passé, одетый. Comme un chasseur, как охотник. Qui voyant l'âne, voyant, это причастие, participe paisan, глагола voir, видеть. Il a éclaté, passé-composé, от глагола éclaté, разразиться. Разразился смехом. Который при виде ослика разразился смехом. Что это у тебя за ослик такой, товарищ? Который ослик, какого ослика ты держишь, ты имеешь дословно? Monsieur a répondu tristement le marchand. Господин a répondu. Это passé-composé, глагол répondre, ответить. «Ответил tristement, грустно, любое». Наречие образовывается с помощью суффикса «ment» от прилагательного женского рода «tristement». «Ответил грустно le marchand, торговец». «Je sais bien, я хорошо знаю, que mon âne n'est pas beau, что мой ослик некрасив, mais il m'aide». «Il aide», «on помогает», «me», дополнение, выраженное местоимением, ставится перед глаголом. «Он мне помогает», «a gagne mon pain». «Gagne le pain» – «заработать на хлеб». «Он мне помогает зарабатывать на хлеб». «Je suis malheureux, moi», «я несчастен». «Je n'ai pas d'argent pour acheter un autre». «Je n'ai pas d'argent, у меня нет денег». Предлог «de» в данном случае – выразитель родительного падежа. Аналог в русском языке – это родительный падеж. И в данном случае не употребляется неопределенного или частичного артикля, только предлог «de». «Je n'ai pas d'argent pour un acheter, un autre acheter – купить, un acheter – его купить, другого». «Местимение» тоже стоит перед глаголом. «Un autre – другой». «Comment c'est écrier le chasseur?» «Il c'est écrier» по «c'est composer». Глагол «c'est écrier» – «воскликнуть». Любой возвратный глагол вместо именной спрягается с «être». «Il c'est écrier». «C'est cet an qui tu gagne ton pain?» «Этот ослик». «Le chasseur-охотник?» «C'est qui именно этот?» «Этот ослик qui te gagne ton pain?» «Тебе зарабатывает твой хлеб, mais il va mourir avant une semaine». «Il va mourir» – «futur proche», «ближайшее будущее» – это глагола «mourir» – «умирать». «Но он скоро помрет avant une semaine». «Перед одной недели», то есть не пройдя недели. «Tient-il». «Держи», – говорит он. «En donnant au marchand un sac, assez lourd». «En donnant» – «partici présent» – «glagol donner», «dать». «Давай». «Au marchand, торговцу, un sac, сумку, assez lourd». «Достаточно тяжелую». «Il y a chez le vieux erreur un bon mûlé à vendre». «У старого erreur il y a имеется un bon mûlé». «Красивый, классный, крепкий moule à vendre» на продажу. «Предлог un» обозначает «цель действия». «Il en veut…» «Он за него хочет…» «Mille cinq cents réaux, le voici». «Тысяча пятьсот риалов, le voici». «Вот они». «Achète ce mûlé aujourd'hui». «Покупай этого мûла aujourd'hui, сегодня же, pas plus tard и не позже». «E ne marchande pas» «e ne торгуйся». «Si, demain, je te trouve par le chemin». «Marchande торговаться». «Ne marchande pas» «Это повелительное наклонение». «Si, demain, je te trouve…» «Я найду тебя…» «Местоимение», в данном случае, как всегда, стоит перед глаголом. «Pare le chemin». «Если я тебя завтра найду на этих дорогах…» «Avec sept ans». «Сети мостлика». «Moi, José Maria». «Я, José Maria». «Je vous jeterai tous les deux». «Je jeterai». «Futur simple». «Je t'ai brossat». «Я broshu». «Vas». «Vu» вместо имения стоит перед глаголом. «Я вас broshu». «Tous les deux». «Oboich». «Dans un precipice». «Vo proposte». «Le merchant savait ce que valait les paroles d'un bandit». «Torговец savait». «Это imparfait глагola savoir знать». «Torговец знал ce que valait». «Valer» – imparfait глагola valoir стоить. «Что значили слова бандита». «Il est allé chez Herrera. Et lui a acheté pour 1500 rio son mulet». «Il est allé». «Passez composer, глагol aller», который спрягается с «être». «On пошел к Herrera et lui a acheté». «Il a acheté. Купить». «Он купил». И, как вы уже поняли, местоимение. Дополнение выражено местоимение стоит перед глаголом. «Il lui a acheté le mulet» за 1500 rio. «La nuit suivante на следующую ночь «Hérera» – это rêveillé». «Il était rêveillé» – сложная конструкция. Смотрите, глагол «être» стоит «vain parfum». «On был rêveillé» – «participassé разбужен». Это пассивная форма глагола. «Он был разбужен par deux hommes armés» «двумя вооруженными мужчинами». «Achmé» – аджектив «verbal». То есть, глагольная форма, образованная от глагола в данном случае «Achmé» – «varusat». «Allons vite ton argent». «Allons, ну же, давай же, vite, быстро, ton argent» – «твои деньги». Обратите внимание, «argent» в единственном числе употребляется. «Hélas, mes beaux seigneurs, je n'ai pas d'argent chez moi». «Hélas, вы, мои красивые господа, мои прекрасные seigneurs, seigneurs, je n'ai pas d'argent, у меня нет денег chez moi». «Je n'ai pas d'argent». «В отрицании, помните, предлогу «de», а в положительной форме «je n'ai pas d'argent, у меня есть деньги». «Chez moi», «у меня», «нет, у меня денег». «Туман, «tu а венду hier, эмуле, pour 1500 грео». «Туман, мантир, лгать». «Туман, ты а венду, пасе, композе, глагол «вендр», «продавайте, ты продал, hier, вчера, мула за 1500 риалов». «Ils avaient des arguments, si bons». «Ils avaient». «Un parfait глагол avoir, они имели». «Des arguments, argumentы такие крепкие, хорошие, que les 1500 риалов ont été bientôt donnés». «Ils ont été donnés». «Тоже сложная конструкция», «tоже глагол в пассивной форме». «Ils ont été», «пасе, композе». «Были», «они были», «доны», «отдать», «отданы». «Es», «как согласование», «они были отданы», «множественное число». «Итак, они имели аргументы такие хорошие, что 1500 риалов ont été bientôt скоро, отданы». «Ou», «si l'on veut», «rendu», «rendu», «глагол rendre», «возвращать». «В данном случае», «participation», «пасе», «тоже s» имеет как согласование. «Или, если вам угодно», «они были возвращены». «Vозвращены». «Ну а теперь мы с вами перейдем к другой форме работы». Старайтесь понять, а может быть, после третьего прослушивания повторить вместе со мной. «Л'ОКАДО ДЮБАНДИ». «Un pauvre marchand espagnol allait d'un village à l'autre, vendant sa marchandise aux paysans aussi pauvres que lui. Il avait pour le porter un vieil âne à moitié mort de faim. Dans un petit chemin, il a rencontré un homme, «Veis-tu comme un chasseur?» «Qui, voyant l'âne, a éclaté de rire. «Quiens, l'âne, est-tu là, camarade?» «Monsieur», a répondu tristement le marchand, «je sais bien que mon âne n'est pas beau, mais il m'aide à gagner mon pain. Je suis malheureux, moi, et je n'ai pas d'argent pour en acheter un autre. » «Comment s'est écrié le chasseur? C'est cet homme qui te gagne ton pain, mais il va mourir avant une semaine. » « Hum, tiens, dit-il, en donnant au marchand un sac assez lourd. Il y a chez le vieux Herrera un bon mulet à vendre. Il en veut 1500 euros. Les voici. Achète ce mulet aujourd'hui, pas plus tard. Et ne marchande pas. Si demain je te trouve par les chemins avec cette âne, moi, Rosé Maria, je vous jetterai tous les deux dans un précipice. Le marchande savait. Il savait bien ce que valaient les paroles d'un bandit. Il est allé chez Herrera et lui a acheté pour 1500 euros son mulet. La nuit s'évente. Herrera a été réveillé par deux hommes armés. « Allons vite, donne l'argent. » « Hélas, mes beaux seigneurs, je n'ai pas d'argent chez moi. » « Tu m'as vendu hier un mulet pour 1500 euros. » Ils avaient des arguments si bons que les 1500 euros ont été bientôt donnés, si l'on veut rendus. « D'après, prospère, mérime. » Я рекомендую вам прочесть эту новеллу. И напоследок хочу сказать, что étudiants de français предлагают вам следующие рубрики «Verbes de couvertes. » « Познание глаголов. » « Groupes de verbes. » « Глаголы. » « 1, 2, 3 групп. » « Lecture commente. » « Чтение с комментариями. » « Рубрика, которая была сегодня. « Там. Времена. » « À есть ли вас появились вопросы. » Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écriver à étudiantsdufrançais arroba.gmail.com Et moi, je vous laisse. Je vous laisse en vous remerciant et vous disant au revoir et j'espère à bientôt.